Как мы с вами и договаривались в Центре стратегического управления Министерства обороны, мы соберемся и еще раз обсудим ваши предложения, касающиеся в сфере нашей безопасности. Что мы и делаем. Нам надо определить, что еще необходимо предпринять для укрепления безопасности нашего государства с учетом быстро меняющейся обстановки. Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территорию Украины непосредственно. Последние данные. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Но для нас это не новость. Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Нет, это главное. Главная цель, она остается с давних времен, втянуть нас в войну. И заодно разобраться с Россией и Белоруссией. Я вас об этом предупреждал. Более того, вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2. До меня была немедленно доведена эта информация, не по вашей линии. Мой ответ был прост. Доведите президента Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост, им покажется цветочками. Если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Это ваша функция. Считайте это приказом для вас. Еще раньше Польша, ну, просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польшу. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Мы недавно констатировали, что поляки, защищая границу с Белоруссией, привлекали вооруженные силы. Так? Потом они вооруженные силы от границы отвели. Частично, но показали нам, что они уходят. Ничего подобного. Они отвели до сотни километров войска от границы. Насыщают их оружием натовских образцов. Все советское и что у них было польское, они сплавили в Украину. Они утилизировали, а перевооружают самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Белоруссии? Полночи. И они будут там. Мы это видим. Поэтому это нас не должно успокаивать. Если нужно, момент чек, как военные говорят, они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу. На те позиции, где они должны находиться. Первое, о чем я просил вас и поручал вам, нам надо, по результатам Центра стратегического управления, которое было на прошлой неделе, проинформировать население, военных журналистов, государственных служащих. О ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии. В противном случае будет как в 2020 году. Мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Я знаю, что такие информационные совещания прошли. Несколько. Сегодня мы с госсекретаром договорились, что не упрощаясь, мы проведем информирование всего населения нашей Белоруссии, особенно крупных предприятий, на самом высоком уровне. Но, надо понимать, и молодцы наши журналисты, некоторые уже заметили, исходя из совещания по ценам. Главная цель совещания по ценам и подобных совещаний, мы должны снять точки напряжения и недовольства людей. Мы видим по социологическим опросам, что рост цен, инфляция в стране больше всего, ну, не больше всего, уже на втором месте, беспокоит наших людей. В основе нашей политики лежала концепция справедливости, мы ей будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали, как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа. Главное, не запрет на рост цен. Не запрет, читайте директиву. Главное, это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы, это всего лишь несколько дней, да, цены расти не должны. И должен сказать, вот эти дни депутаты профсоюза, комитет госконтроля, всем, кому было поручено, контролировали исполнение поручения президента. Только в некоторых из тысяч тысяч объектов проверенных, только, ну, может быть, в десятки обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела. И второе, если уж говорить об этой точке напряженности, росте цен. Персонализация ответственности за рост цен. Это министры, которые занимаются производством товаров, и губернаторы, в зону которых входит ответственность за функционирование торговых центров. Вот они и должны в системе мер предусмотреть эту ответственность. И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров, ну, так губернаторы и министры примут соответствующее решение. Но они за это будут отвечать. Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает его величество рынок. Ну, что такое рынок, мы уже знаем. Нас все время толкали в бездну рыночных отношений. То есть, верхол, бардак и прочая неразбериха. А когда им надо, чтобы жимануть и выйти из-под пресса общественного мнения, они дошли даже к установлению цен на не свои товары. Возьмите газ, нефть с территории России и прочее. Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен. Вот они и установили потолок. Ну, я это знал давно, но вижу, что у нас подавляющее большинство специалистов поддались вот этим вещам. Рыночное ценообразование. Нигде его нет, не было и не будет. Еще раз подчеркиваю, обращая внимание на ценообразование. Это источник недовольства людей. И этих источников быть не должно. Журналисты не отметили, я обращал внимание еще и на наших тунеядцев. Мы сейчас вырабатываем меры, что делать с ними. Правильно сказал председатель наших профсоюзов, Халсер Ричарда. Несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образование и особенно здравоохранение, они получают так, как все. И даже впереди нас. Это справедливо? Еще раз подчеркиваю, всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую, и в этом будет солидная экономия. На импортную продукцию, если мы покупаем что-то по импорту, также устанавливаются цены. Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Обосновано, Господь с вами. Если нет, считать мы хорошо умеем. Отвечать будете по уголовному кодексу. Что касается экспорта, у нас тоже появились у МТЗ, МАЗа, БелАЗа и прочие посредники. Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, который, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий. А они эти дилеры там продадут. И мы видели, к чему проводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий. И крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных. Дилерами должны быть вы сами. Свою продукцию на рынках вы должны продавать сами. Но если вы там кому-то из частников позволите продавать, пусть министр утвердит это решение. Но если уж приводить конкретный пример по точкам напряжения. Я имел в виду этих тунеядцев и рост цен. У нас их немало. И с этим мы в ближайшее время разберемся. Цель одна. Только справедливость. Соединенные Штаты и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут легализовывать наших беглых, как политическую силу. Существенно нарастить поддержку деструктивных элементов, планируя. Обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия второго фронта. Западной границе. Помните, я вас предупреждал еще в начале этой специальной военной операции. Когда я говорил, что мы не позволим стрелять в спину русским. Это так образно было сказано, чтобы вы запомнили. Но я тогда видел, что нам самое опасное направление это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там вооруженные силы. Более того, мы укрепили западное направление. Я хочу, чтобы вы понимали опять небольшое отступление. В 2020 году, начиная цветной революции через мятеж к Блицкригу, они вели нашу страну. Не вышло. Второй этап – экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видя, что санкции не сработали. Значит, и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ – силовое решение вопроса. Через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране. Это их планы. А затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе. Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение удару по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Но зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но, тем не менее, процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси. Для того, чтобы нас туда втянуть. Еще раз повторяю, чтобы разобраться заодно с Россией и с Беларусью. Мы это видели давно. И я об этом предупреждал не только нашу общественность, но и, как говорят, всю мировую общественность. Мы это видели, знали. Мы создавали батальонные тактические группы и создали. И мы отрабатывали защиту южных рубежей. Что делаем и сейчас. Там на постоянной основе дежурят наши вооруженные силы. Кроме того, последние события с Крымским мостом говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. Я еще раз повторяю, что головокражение от успехов. Они готовы сейчас воевать со всеми. На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий терактовой организации военного мятежа в нашей стране приобретает уровень непосредственной угрозы. А учитывая желание руководства Польши побряться даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны. Я не скрываю, еще несколько дней тому назад Комитету госбезопасности поручено провести необходимое мероприятие контртеррористического характера. Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия, в том числе и военные, чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси. Я не стану скрывать, вы заметили, что в Питере после неформального саммита СНГ с президентом России один на один, кто-то даже меня упрекнул из наших сопровождающих лиц, что мы слишком долго вели диалог с президентом России, в результате мы договорились. В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. А слово, я всегда об этом говорил, этой группировки, армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет, по-моему, уже в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. При этом, Виктор Геннадьевич, я хочу, чтобы вы имели в виду, России сейчас, не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки. Еще раз подчеркиваю, я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией. И реагированию на нее, который мы сегодня рассмотрим. Но еще раз предупреждаю вас. Мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно. В преданном условии. Если вы, разведка наша, и военная, и гражданская, Комитет госбезопасности, что-то не упустят и не прозевают. Поэтому мы должны знать все, что происходит возле наших границ. Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали. Если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее – это будет хорошо. Поэтому, чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было. Уже люди нутром почуяли что-то там неладное, напряжение и прочее. А что делать, а как делать? Еще раз повторяю. Каждому на своем месте заниматься своим делом. Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость. Защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется. Вот эти вопросы мы сегодня должны обсудить и еще раз рассмотреть уточненный план наших действий.